Друзья, всем привет! Это шоу Олег Жарит, меня зовут Амелин Олег, я шеф-повар кулинарного проекта «Идем дома.ру». Сегодня готовим очень вкусную холодную закуску из рыбы «Гравлакс». Она невероятно популярна в скандинавских странах. Ее готовят в Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, но особым спросом среди местных жителей она пользуется в Швеции. В середине века это блюдо готовили весьма необычным способом. Просоленную рыбу на время закладывали в прибрежном песке на длине прилива. Отсюда пошло и название «закопанный» или «похороненный лосось». Звучит не слишком аппетитно, зато рыба получалась невероятно нежная и вкусная, в меру соленая, пряная, буквально тающая во рту. Мы же с вами поступим гораздо проще, закапывать на берегах Москвы реки, конечно, мы ничего не будем. Покажу, как засолить такую рыбу в домашних условиях. Что мне сегодня понадобится для приготовления? Эта закуска готовится из ценных пород рыбы, в основном из лососевых. Поэтому сегодня это наш основной ингредиент. Хороший пласт хорошего свежего лосося. Ну что, поехали? Итак, по традиции пробежимся по ингредиентам. Сегодня будем использовать, как я уже говорил, хороший пласт рыбы, пробитую в блендере свеклу, сахар, соль, лимон, зелень, петрушки и джин. Давайте потихонечку начнем. Итак, для начала подготовим рыбу. У меня филе лосося на коже. Здесь остались реберные кости, которые также нужно удалить. Берем пинцетик для бровей и аккуратно достаем все косточки, чтобы ничего не мешало нарезке нашего вкуснейшего лосося. Так, достали все кости, ничего у нас здесь не осталось. Проверяем вот так вот, пальчиками проводим. Все, ничего нам не мешает. Далее, если есть чешуя, какие-то, может быть, моменты, которые мы не хотели бы видеть на нашей рыбе, аккуратно проводим ножом, собираем все это. Перекладываем рыбу обратно. Далее пробитая в блендере свекла. Здесь примерно две штуки. Можно ее запечь в духовке, можно отварить, но вот мне кажется, что в сыром виде в сочетании с рыбы она просто великолепна. Сюда мы отправляем джин, примерно 50 миллилитров. Далее сахар, соль. Соль используем немелкую, можно взять крупную, можно, как у нас, такая вот фракция, чтобы она была видна. Если будет очень мелкая соль, высок риск того, что рыбу вы пересолите. Перемешиваем. Друзья, соль и сахар мы взяли в соотношении один к одному. Не бойтесь, рыба не будет очень сладкой или очень соленой. Она возьмет столько, сколько ей будет необходимо. Перемешиваем. Знаете, свекла в сочетании с джином просто великолепна. Так, есть. Ставим в сторону. Давайте поставлю рыбу, чтобы всем было видно, что мы будем делать. Прямо сверху на рыбу отправляем наш вот этот вот свекольный маринад. Оправдывает свое название. Закопанный. Да, прям вот так вот. Также можно использовать другие вкусовые сочетания. Соответственно, соль и сахар один к одному. Можно взять укроп, петрушку и алкогольную составляющую водку. Тоже получается очень вкусно. Также можно использовать соль, сахар, апельсин, петрушку и коньяк. Ну, наверное, это такие два, вот этот вот третий основных вкусовых сочетаний, которые очень классно, очень вкусно получаются при засолке красной рыбы. Так, далее сверху отправляем лимонную цедру. Прямо вот так вот натираем. Есть. И добавим немножечко петрушки. И можно вместе с стебельками порезать. Да, как шутят ребята за кадром, добавь кинзы. Кинзу сегодня добавлять не будем. Итак, здесь у нас все готово. Оставляем на полтора-два часа в теплом месте, затем накрываем пленкой и убираем на ночь в холодильник. После этого счищаем вот этот вот свекольный рассол и подсушиваем рыбу еще часик просто в теплом месте, либо в холодильнике, без пленки, безо всего. Будет очень вкусно. Так, ну что, друзья, не будем лукавить. Прошло у нас всего 4 часа. Съемочная группа говорит, нет силы ждать. Доставай рыбу, режь. Давайте разрежем. Посмотрим, что же получилось. Переложим вот сюда. Ох, ребята, красотища. Нежнейшая рыба. Она еще, ну, ей бы еще часа три. То есть, если вы делаете все то же самое, но оставляете на ночь и режете ее с утра, получается идеально. Так, давайте отрежем еще кусочек и попробуем, что у нас получилось. Ребята, рыба очень вкусная. По соли, по сахару отлично. Вот джинн дает такие свои тонкие нотки можжевельника. И свекла дополняет всю эту красоту своим вот этим неповторимым ярким цветом. Нарезанную рыбу выкладываем на тарелку. Друзья, украшаем по желанию. Я думаю, что будет вкусно и красиво сделать петрушку с лимонной цедрой и с розовым перцем. Но, в любом случае, украшение на ваше усмотрение. Петрушку мелко-мелко рубим. Так, на рыбу посыпаем петрушку. Розовый перчик. Розовый перец, друзья мои, кстати, совсем не перец, он совсем не острый и, в принципе, перцем отношения не имеет. Поэтому бояться его не нужно. И лимонная цедра. Ну что, друзья, закуска Gravlax готова. Можно смело звать гостей, накрывать на стол и угощаться столь замечательным, вкусным и красивым блюдом. Я желаю вам приятного аппетита, до новых встреч, подписываться на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока.